Всем доброго, здоровьтесь и приятного аппетита! Кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка! Всем привет! Ребята, игрушка на андроиде под названием Team Monsters. Это интересная тема, похожая немного на героев. У нас есть своя армия и армия врагов. Как видите, мы, если что, сейчас находимся слева. Да, мы, короче, за монстров играем. Ну, можно сказать, да, в данном случае. Тут, короче, совмещаются и карточная игра, и вот реально, как герычи. Да-да-да. В общем, у нас как бы есть несколько тем. Есть на прохождение, есть даже челленджи. То есть 10 басарей. Взгляните просто на этот ужас. Это пока не для нас. Далее, мы заходим, например, в магазин и покупаем дополнительных чувачков. Вот надо купить, типа, две карточки, чтобы его открыть. То есть, вот мы купили две карточки, все. Теперь у нас, короче, доступен этот чувак, да? Персонаж, но мы его... По-моему, нужно одну карточку купить, а вторую, чтобы его прокачать. Идем на третью миссию. Вот нам показывают, кто у нас враг и что мы получим, какой лут. Так, можем вот настроить. У нас, короче... Да, вот мы его можем прокачать, так и мы купили. Да, потому что мы его в луте получили. Понимаешь, в чем дело? Ага, все, ясно. То есть, все, прокачиваем. А мы можем четверых сразу поставить. Да, все правильно. Грейдим чувачочка вот этого нашего. Тоже за монетки, конечно. То есть, здесь я просто по героям еще начал рассуждать, что их теперь двое стало в армии. Ну, это просто уровень прокачался. Вы их просто перетягиваете, ну, лучник, как обычно, назад куда-нибудь ставим. И идем сражаться. Конечно, у нас армия совсем небалансная против врага. Враг не устоит. Ну, какая разница? Ну, я уж просто решил все показать. Как видите... Тут вон еще преграды какие-то. То есть, их обязательно надо, я думаю, будут обойти. Еще самое интересное... Ну, как обычно, вы можете пропустить вход, можете... Защиту включить. Защиту включить. Можете автоуправлением. А еще тут, короче, потом со временем, я так поняла, от наносимого урона накапливается супер какой-то, короче, страшил. Суператака, да. Все верно. И дело в том, что даже когда ты урон получаешь... Вот у нашего чувака, кстати, почти накопился. Только нужно дождаться до его хода, а мы, в принципе, можем это показать, подождать всеми остальными. И этим подождем, давайте. И этим подождем. Сейчас этот шмальнет, все равно ничего не сделает. Ай, блин, вот козлина. Так, ага, еще этот перс. Давай, давай, лучник. А, он не может пропустить вход. Ну, ты можешь хотя бы чуть-чуть сходить. Ну, я на всякий случай подберусь поближе, мало ли чего. Да, на всякий пожарник. Так, и вот ты, чувак, давай, подберись вот сюда. Все, чтобы никаких не было претензий. И этот подберись. Все сюда подошли. Все, вот. Вот, смотрите, мы нажимаем на него и указываем, на кого шмалять. И он фигарит со всей дуренью, естественно, увеличенный урон. Так, еще карточки. Мы получили монету и карточку, да, действительно. Можем, в принципе, сразу же дальше идти. То есть мы можем, короче, получили карточки, чтобы прокачать наших чуваков. Вон, медно сразу, да. Можете прокачать, апгрейдить эту пса нашего на пять. Вот, видишь? Кстати, не обязательно мы монстры. И у нас также еще прокачивается общий уровень. Так, арена открылась у нас. Да, да, да. То есть теперь мы можем, может, с другими игроками играть. Это, кстати, интересно. Да. На самом деле. Я, как понял, мы можем максимум... То есть если мы уберем галочку, то есть ретрак, да, то есть мы... А, нет, слушаю, что это за спиной? А, это... А, это просто... Предыдущее меню это. А, понятно. Предыдущее меню это. Я думал, что у нас есть еще какие-то карточки, которые можно менять. То есть, например, убрать одного персика. Ну, потом, может быть, можно так вот делать. Когда больше карт будет, скорее всего, такое и начнется. Ну что, начнем с атаки, в принципе, дальнего боя. Да, надо лучника устранить, потому что... У него, на самом деле, маленькая атака. Давайте, шуруйте. У каждого, естественно, персонажа свои навыки, там, атаки и всего остального. Так, ладно, мы просто выступаем. Я думаю, нам пока нечего бояться, потому что все-таки у нас уже прокаченная армия. Хотя, и то, заметь, не все хипы мы сносим, как бы, этим чувакам. Ну, сразу же ты? Ну, не, 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 это естественно, как бы. Тут тоже выбираете, примерно, сторону атаки, то есть, вы можете отсюда атаковать. Слушай, монеток так мало получаешь всего, на самом деле. Ну, слушай, если, в принципе, как подумать, мы за две монеты купили карту. То есть, грубо говоря, она купилась практически сразу. Это у нас лут появился? Да, потенциальный у нас лут еще не появился, но появится. Сейчас мы проапгрейдим. А, понятно, понятно. Нашего еще. Это вот наш основной персонаж, если что, самый крутой, так скажем. Все, и вот показываются, какие у него скиллы есть, сколько у него хп. Очень много всяких тут нюансиков. В принципе, можем вот так сделать более сгруппированным. Кучкой. А вон, кстати, показано, какие преграды, если что. Да, где еще будет стоять, поэтому более выгодно поставить вот так, наверное, персов. Да. Ну, хотя... Да тут не имеет значения. Туда вот, на самом деле. Их там двое. Их там двое сверху, вот сюда поставить. Все. То есть, вы видите сразу же поле боя. Игрушка находится, если что, еще в бета-тесте. То есть, ее нужно искать в тестовых приложениях. Ну, она уже, могу сказать, ну, прикольная. Да, они все инди-разработчики. Многие нюансы проработаны уже. Во-во, не многие, я хотел сказать, инди-разработчики, могут похвастаться сразу же уже каким-то геймплеем интересным. По сути, это как почти уже все. Готовая игра, в принципе. Ну, да, просто, блин. Даже удивительно. Я просто подошел. Ну, нормально, нормально. Ну, нам все равно ничего не грозит, потому что я заранее, в принципе. Кого? Может, лучше вот этого, да. Надо было, конечно, добивать, но я думаю, что он со сдачи сейчас просто получит. Ну, все, видал. Так, давай сверху сейчас сразу же ляжет. Все, все, в принципе, готовы. Все отлично. Всего одну карточку, конечно. Блин, всего одну, Юля. Это нормально. А, вот, все, мы ее, короче, теперь разблокировали. Да, сейчас мы должны ее получить. Вот, мы его используем. И я не знаю, как его. Похоже на какого-то шамана, если честно. Лучше, мне вот тут инфо можно посмотреть. Так. Да, атака есть. У него, в принципе, я так понял, ближняя атака, как, по-видимому, магика. Ну, ладно, сейчас мы его лучше на практике посмотрим. Да, посмотрим, что он делает. Будет себя вести. Вот здесь, да. Давай здесь поставим. Ну, все, пойдем на сражение. Пока, конечно, у наших врагов нет никаких шансов. Но, я так понимаю, потом все сложнее и сложнее будет. Конечно, сейчас это первый уровень буквально. Рано радуемся. Так, давайте начнем с дальнего. Прикольно, что можете вот так, грубо говоря, зажать пальцем. У вас будет здесь все показаться. Слушайте, а у нас какая-то фигня здесь появилась. Сейчас я посмотрю, вот здесь какая-то информация. Не жмется почему-то. Ну, может быть, потом. Пока нет. Потом, да, может быть, все это получится. Так, это у нас кто ходит? Рыцарь. Хорошо, все выступаем, выступаем, ребята. Сейчас мы их быстренько завалим. Игруха еще такая красочная. О, слушай, у него дальняя атака, дальняя атака все-таки у этого перса магии. О, неплохо. То есть, это хорошо. Может, он разбивает щиты? У него потом была такая. Да, да, у него так и есть. То есть, кто... Ух ты, блин, надо с ним покурать. Слушай, он вообще хиленький. Так, завалим этого. Да сейчас все за счет... Так, вот карточку получили. Ё-моё. Но он успеет атаковать. Видно, снизу кто-кто ходит. Так что все в порядке. Да нет, сейчас мы его завалим. Да, да, я просто думал, вдруг впервые стреляет лучник противника. За что дают карточку? Просто за прохождение. Просто за прохождение. А почему? В некоторых две карточки, а в некоторых одну? Ну, Юля, это уж так приписано. Ну, я понятно. Как есть, так есть. Мы, кстати, получили карточку для лучника. И буквально скоро, может быть, хватит на него... На прокачку. На прокачку, да. У нас, кстати... Вот, кстати, еда есть сверху. Да, есть еда. Если она закончится, вот эта еда, то вы не сможете... Она у нас как-то пополнилась. 290. Возможно, благодаря вот этим постоянным сражениям. Я, если честно, не совсем заметил. Я еще хочу попробовать все-таки челлендж с боссами. Как они просто сами к себе выглядят. Это понятно, что мы можем здесь проходить? Ну, видно, конечно, что они похожи, на самом деле, вот на этих же чуваков. Мне кажется, они будут реально крупные и мощные. Ну, сейчас проверим, что здесь голословить. Сейчас дойдем, собственно, до вот этого, как сказать, окончим это. Блин, да что у меня постоянно? Я не дожимаю. Ну, ладно, сейчас добьем тогда этого кса. Все, нормально, нормально. Все, готово. Так, вот еще одна карточка. Давайте нам еще одну. У нас много персонажей. Не успевает никто накопить суператаку. Уйду отсюда, чтобы не мешать никому. Ну, в то же время, зато они хотя бы с полными хипами. То есть, если бы вот был один такой вот шаман, он, конечно, уже давно полетен. Но они все равно, видишь ли, выбирают определенную цель. О, еще одну карточку, да, мы получили? Да, слушайте, это вот мы сейчас здесь находимся. Здесь есть, наверное, другие карты. А, то есть, нельзя посмотреть заранее. Ну, давай зайдем ради интереса. Ну, мало ли что. Вот, типа, здесь один чувак. Давай расставим наш. Он первого уровня написан. У нас второй, да. Но это будет ухудшаться-ухудшаться ситуация. Ну, давай так расставим. Короче, всех. Так, вот, даже не знаю, здесь все вот мешается пройти. Ну, да ладно, короче, попробуем. Погнали, короче. Посмотрим, как он выглядит. Такой же ли это перс, который, в принципе, у нас. Ну, так как он не стреляющий, он будет сейчас к нам продвигаться. Ну, мне кажется, он долго не проживет. Да, да. Так, давайте, выступаем, ребята. Так, просто, типа, реально, это такой, скажем так, реально челлендж. Ну, смотри, один, два, три. Как мы думали, чтобы босс. Там же, знаешь, сколько написано, босс, убейте босса, все, валяется, готов, чувак. Ого! А, сразу же подряд одной армии со всеми теми хипами, которые у нас есть. Оно оно чеооо! Вот тебе подряд, вот в каком смысле подряд. Блин, все, считай. У нас, считай, уже нету. Слушай, ну, до конца мы не дойдем, разумеется. Да, то есть, вот этот уже, кстати, лупит как следует. Знатно. А, этот еще стреляющий. И у этого еще по области, он еще по области, поэтому он, если шмальнет сейчас, еще накинули сразу же. А, это следующего? Блин, слушай, ну, это, конечно, мощно. Поняла, да, в чем соль всей этой миссии? Ну, это сюда надо заходить вот именно вообще гиперпрокаченными. Так, нам свалить лучником, значит, даже пострелять не успею. Так, атакуем. Ну, может, нам хоть что-то дадут, интересно, или вообще нет? Нам нужно завалить вот этого перса, он здесь нам сзади мешает. Все, мы разваляли, побежали. Сейчас еще один появится. Да это, нет, не появится, мы же не завалили. Эх, четко он по обоим. Ничего, сейчас все в порядке будет. Елки-бетелки. Я так понял, какая-то подсказка, что лучше по этому стрелять. Смотри, сразу же его завалили. А, да, слушай. Так, ладно, вываливаем свои булки, нужно постараться, может, мало ли, все-таки далеко дойдем. О, в принципе, он сейчас все равно атакует и получит сдачу. Так, неплохо. Так, все, неплохо. У нас же еще есть суператаки. Слушай, их двое сразу появилось. А, я сейчас тут жестко они меня атакуют. Это вот как на нашей стороне был чувак. Ну, давай попробуем по этому лупануть, все-таки, может, сразу же вырубит чувака практически сразу же. Ну, почти, почти. А, вот это мы, стой, потом у нас атака вот этого чувака. А, нет, значит, потом у нас... А у нас накопилось уже. Вот этого сначала атакую, он умрет, а потом этот атакует. Все, в порядке, рассчитали. Так, сколько у нас еще осталось? Дофигищем. Дофига, мы еще даже половину не прошли. Слушай, ну, в принципе, и то неплохо. Держимся, на самом деле, держимся. Добьем сразу этого кса. Да, и сейчас этот убьет этого 100%. А у нас еще, кстати, не забывай копится. Уже, точнее, у двоих чуваков накопилось. Блин, фигово, что они первые начинают свой коп. Ай, да. Ну, что, сразу же двоих решили закинуть? Так, у нас остался наш главный перс. Я не знаю, конечно, может, все. Один главный перс. Сейчас они его потюкают по очереди. Давай используем супер. Я сейчас весь урон буду собирать, я даже не знаю. Ну, давай вот на этого, что ли, долбанем, чтобы не жалко было. Посмотрим хотя бы, что это. Ну, почти, кстати, заварили. Все, он ход пропускает тот чертила. Оглушил, можно сказать. Слушай, ну он, смотри, все равно пошинкал. Ну, он даже третий уровень. Все, молодцы. Мощно. Ну, мы, кстати, пятерых только. Половину, грубо говоря, прошли. И то неплохо. Прикольно, прикольно. Ну, это интересно, на самом деле. Я не ожидал, что, грубо говоря, слушай, извини меня, что это такое? Может открыть что-то можно? Да, действительно, слушайте, нам 52 злота. Так, нормально. Все-таки дали, ага, еще три кристалла. Замечательно. И еще. Еще карточку. Я так понял, да. Похож на Дракулу. Но это так и есть, я так понял. Да, нам еще какую-то крутую, типа, эксклюзивную карту. Еще какую-то. Еще. Что это такое? За что нам это, в принципе, дали? Я не совсем понял. Ну, спасибо, как говорится. Еще одну карточку для нашего чувака. Слушай, всех тех, кого мы валили, что это за презентация? Я что-то не понял. За что нам эпик? Шесть карточек там было написано. Их, нифига себе. Мы же не замочили их. Или тех, кого замочили, шесть. Да, может быть. Да. Скорее всего. Ну, да ладно. Слушай, тогда прикольно. Там, кстати, заметьте, снизу еще их не... Ну, не один этот круг. Их вон сколько. Да, то есть вы проходите, проходите, проходите. Так что не думайте, что можете. Может, мы как-то можем наших кого-то прокачать? Нет? Давай посмотрим. Сейчас мы можем... Во-первых, мы можем заменить персонажей. То есть взять кого-то более мощного. Я, если честно, немного забыла, кто из них что делает. Надо смотреть по атаке. Я больше чем уверен, что этот персонаж куда поинтереснее, чем, например... А вон можно посмотреть, на самом деле. Так, сейчас, погоди. Я прокачаю их всех сразу. Этот эпический, кстати. Было написано, что Дракула, типа. Я и говорю, что эпических нужно выдвигать. Он, кстати, третьего уровня сразу. Какого-то у нас... Стой, вот давай посмотрим. Допустим, этот у нас 57. А вот сколько атака? Вот сколько? Что-то не... Я не вижу даже атаки. Сколько? Ну, у него 57 хп, а, допустим, у этого... У него 80. Ну, понятно, что нам, в принципе, не выгодно. Слушай, я тебе хотела сказать, вот у этих двоих сверху у них третий уровень сразу. Слушай, да, сразу же лучше этого. А вместо кого? Вместо кого? Так, вместо вот этого, я считаю, давай возьмем. Используем Дракулу. И вместо тогда, не знаю, этот первый уровень. Да. Прокачаем его лучше. Все. Но у нас теперь, я думаю, не слабая армия. Причем из двоих эпичных персонажей. Давайте посмотрим, как мы их раздолбаем. Один дальний, нам, в принципе, это вполне достаточно показать себе. Посмотрим, короче, как они хотя бы бьют. Так, ну чё, псы, готовьтесь. Вот, кстати, сейчас уже против боссов гораздо интереснее будет валить, мне кажется. Ну, да ладно. Мы один раз показали, достаточно далеко. И так неплохо. Дракула перемещается, как видите, очень далеко. Да, слушай, а прикольно. Ого. Сразу же наглухо. А потому что он реально уже прокачанный, третий уровень. Третий уровень, типа эпичный. Как так нам повезло вообще, а то, что уже такие вывалились. А я ведь уже хотел выходить, ничего не нажимать, так бы остался без этих суперперсонажей. Почему-то сдачи не дали этому персу. Ладно, достреливаем этого. Почти дострелили. Блин, ну чуть-чуть же осталось. Вот этого надо, да. Я думаю, это сейчас он зашинкует сразу же. Было прикольно, если бы как в героях Гаргулия побегали, атаковали и улетал бы еще. Да, да, да. Вообще жизнь была. Все, в принципе, на изи всех раскатали. Почти даже здоровье не потеряли. Ну вот это, как сказать, три звезды даже получили. Карточку для нашего. Самое то для нас было. Я думаю, стоит на этом закончить. В принципе, все основное мы показали в этой игре. Выглядит все симпатично, играть интересно. В принципе, как Герычи, но много интересного прибавили здесь. Так что играйте, скачивайте, ссылку мы обязательно оставим. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.